Инессита, я вам нравлюсь. Но вы мне не противны. Ой, что я сказала? Инессита, давайте обнажим... Что? ...наши чувства и сердца. Инессита, я влюблён в вас. Я вас люблю. Ха-ха-ха. Интересно, донор Рудензи уже успел сделать предложение? Видели бы вы его. Разоделся прямо как молодой. Настоящий Дэнди. А ещё он понёс ей цветы. Такие мелочи помогают завоевать женщину. Он собирается произнести весь репертуар, который готовил? Я так волнуюсь. Если эта сеньора не примет его, он покончит с собой. Прошу прощения, но она сеньорита. Надеюсь, свадьба всё-таки будет. Все вокруг женятся, кроме одного известного мне типа. Мы, пожалуй, отсядем в сторону, а то эти ремарки бьют меня прямо в лоб. Мама права. Ты должен принять решение, Мегелон. Ты же не хочешь, чтобы наш ребёнок родился без отца? Наберись терпения. В жизни всё приходит и уходит. Ты не сказал ей о моей беременности? Нет. Она ничего не знает и, надеюсь, не узнает. Что ж, как, по-твоему, дела у дон Руденсио? У меня не так много добра, но всё, что есть, я предлагаю вам. Две машины? Нет, одну другую я хочу отдать ребятам, чтобы они открыли своё дело. Мою машину, накопление, мои мечты и всю мою жизнь. Вернее, то, что от неё осталось. Я ведь уже не мальчик, как и вы. Господь с вами, Руденсио. Я уже тоже не девочка. Мы оба взрослые люди. Именно. Прелесть нашего возраста в жизненной мудрости. Когда знаешь, что битва будет жестокой, то продираешься сквозь шипы в стремлении подарить любовь, в тоске о поцелуе, которому уже не бывать. И меркнет свет. Но свет надежды никогда не меркнет. Какая прекрасная фраза. Вы верно объяснили то, что произошло между нами. Я люблю вас. И вы отвечаете мне взаимностью. Я такого не говорила. Да, вы говорите это взглядом ваших глаз. Румянцем на ваших щеках. Я просто стеснительная. Меня это пугает. Не бойтесь. Я уважаю вас. И никогда не обижу. Даже лепестком розы. Вы не такая, как та официантка. Какая официантка? Я хочу, чтобы вы знали одну историю. Это был опрометчивый поступок. Она была вероломна и предала мое доверие. Мне пришлось отмывать свое имя ее кровью. Боже мой. Это был лишь небольшой порез. Но об этом напечатали в прессе. Не осуждайте меня. С мужчинами всякое бывает в жизни, как говорит Мегелон. Но я не мог скрыть это от вас, Инессита. Руденсио, у меня когда-то был друг. Мы встречались три месяца. Но потом он стал столь дерзким, что я немедленно с ним рассталась. Вы святая. Я преклоняю перед вами колени. Нет, не надо, пожалуйста. Могу ли я молить вас принять меня? Вы скажете да, Инессита. Я так этого жду. Руденсио, сначала мне нужно посоветоваться с родными. Вы хотите, чтобы я попросил у них в вашей руке? Нет, позвольте, я сначала с ними поговорю. Инессита, я так влюблен. Мне столько хочется рассказать вам. И объяснить. Постойте. Послушайте. Это танго. Слушайте слова. Он поставил танго. Из них получится хорошая пара. Это так романтично. Это именно то, что им нужно. Надеюсь, она согласится. Так хочется видеть синьора Руденсио счастливым. А я тебя жду. Ты думал о моем предложении? Оставь меня в покое. Не будешь работать на меня? Может, что-нибудь случится. Ты мне угрожаешь? Это предупреждение. Подумай. Будешь хорошо себя вести, с тобой ничего не случится, и ты заработаешь кучу денег. На продаже наркотиков? Нет, я же сказал нет. Пойдем на мой склад. У меня там есть товар. Тебе понравится. Хочешь, можешь взять кое-что себе, остальное продашь. Ты и есть, Вултуре? Почему вы меня задерживаете? Я ничего не сделал. Не разговаривай, Шагай. А ты топай в полицию. Нам нужны твои показания. Вултуре. Вултуре. Я всегда искал что-то особенное. Женщину, которая подарила бы мне понимание, нежность. Ребенка, с которой можно было бы построить семью, свой дом. Чтобы ложась спать, я мог сказать, под этой крышей все мое. Моя любовь. Моя жизнь. Повернуть голову и увидеть другую рядом со своей. Протянуть руку и ощутить другую, которая тянется к моей. Мне не удавалось найти такую женщину до сегодняшнего дня. И неси-то. Могу я надеяться. Да, Рудензио. Сыда. Поздравляем. 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 Значит, все было не так серьезно. Конечно, серьезно, Артенсия. Если бы не вмешательство врачей, его бы уже не было. Я так сказала, потому что он быстро поправился. Просто медицина продвинулась вперед. Хорошо. Я рада. И за Франциска, и за тебя. Ведь ты бы тоже умерла. Ты же такая глупая. Я рада и за Алекса. Теперь нет причины откладывать свадьбу. Надеюсь, Франциска не притащит с собой Монику. Алекса сказал, что с трудом перенес ее присутствие в клинике. Она ужасно выпендривалась. С добрым утром. Инна, здравствуй. Как Лаурита? Я не ездила к ней, потому что у меня сердце разрывается, когда я вижу ее обожженные руки. Как она? Ей лучше. Летисия каждый день приходит к ней. Скоро с ней все будет в порядке. Летисия. Сеньора Йоланда, мне надо вам кое-что сказать. Попросить вашего разрешения. На что, Инесс? На отношения с одним человеком. Что? Не может быть. Ты? Ради бога, Артенсия, помолчи. Дай ей сказать. Кто он, Инесс? Это Дон Руденсио, владелец мебельных фургонов. Водитель грузовика. Артенсия. Он хороший человек. Серьезный и зрелый. Он всю жизнь...